Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире телепрограмма «Итоги недели». Вы узнаете, что интересного и важного произошло на этой неделе в нашей золотой провинции. Сегодня гостей в студии будет режиссер массовых зрелищ Алена Чичагина. Повод для разговора лучше не придумаешь. Завтра в районном календаре фестиваль «Севыки». В студии для вас работает Елена Козлова. Обо всем по порядку в ближайшие полчаса. И в начале выпуска о главных событиях недели в нашем небольшом обзорном материале. Тетрадки, альбомы... 15 августа в Северо-Несельском районе стартовала всероссийская акция «Помоги пойти учиться». Одна из целей акции – оказать помощь малообеспеченным семьям по подготовке детей к школе. Продолжаются выплаты дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной адресной материальной помощи на приобретение овощей неработающим гражданам. По данным понедельника, выплату уже получили 1107 человек. Проведением автоквеста в поисках флага отметили в районном центре День государственного флага Российской Федерации. Команда отдела культуры «Короли автоквеста» стала победителем мероприятия. Подготовка к выборам по одномандатному избирательному округу номер 3 продолжается. Вчера на полиграфической базе муниципалитета отпечатаны бюллетени в количестве 1100 штук. Каждый из нас любит гостей, особенно если это званый гость, когда он приходит по поводу с каким-то радостным, может быть, интересной информацией, которая вам неизвестна. Вот я сегодня буду пытать нашего гостя Алену Чичагину на режиссер массовых зрелищ. Не буду дальше регалии перечислять, но тем не менее, сейчас тема сэвоков. Сэвоки любят все. Не то, что от мала до велика, но те, кто хоть раз побывал, уже 12-й раз приедут на Бельминскую поляну, чтобы снова разделить вот эту духовную трапезу с гостями, которые там есть, и сами поучаствовать в команде, или гостями быть. Вот как вы думаете, чем интересно, вы можете порадоваться? Что есть такое за занавесом ваших новых сэвоков? Ну, у нас ежегодно мы делаем новые положения, внедряя туда новые различные тематические задания. В этом году у нас сэвоки посвящается пообразимости с городом Солигорском, и четыре конкурсных творческих задания будут посвящены именно этому событию. Какие? Вот, например, какие? Потому что раскрывать это нужно, потому что люди должны готовиться или присоединиться к этому празднику. Ведь многие, наверное, знают блюда, я думаю, да? Да, конечно. Мы вводим конкурс на лучшее приготовление драников. Это традиционно белорусское. Кордунов нет? Кордунов не хотите? Мы остановились на драниках, потому что... Самое простое. И в обиходе оно на Руси и в России тоже есть. Всё верно. Дальше. У нас будет исторический квест по народности Белоруссии. О, пока квестов ещё не было. В том году молодёжный центр делал квест, и в этом году... Ну, они делали по истории ивенкийского народа. В этом году будут делать по истории народа Белоруссии. Дальше. Мы вводим конкурс мужской силы и умения «Гарный хлопец». У нас будет не только красавица на поляне, но и будет вот такой вот конкурс для мужчин непосредственно. И четвёртый у нас получается флешмоб. Обязательно команда... Это конкурсное задание, которое войдёт в общий зачёт. Обязательно команда должна исполнить танец. Пусть танец будет любой, на любую музыку, но туда должен быть внедрён элемент как раз белорусского национального танца. Ой, вот это интересно. То есть такие новые слова – флешмоб, квест и так далее. Ну, то есть за этим, конечно, это конкурсы, это состязания и так далее. Вот я знаю, что не отменено, что победитель, самый главный, должен обязательно в двух ипостасях – спорт и культура. Это этника и сила. Да, это обязательное условие нашего фестиваля. Кубок победителя увезёт команда, которая наибольшее количество баллов наберёт и в спорте, и в творческих конкурсах. Но есть такие команды, которые в этом году говорят, можно мы просто в спорте, мы не можем в творчестве. Пожалуйста. Есть команды, которые говорят, а вот у нас… Но вам не видать тогда большого призна. Да, а у нас вот спортсменов нет, но мы бы поучаствовали в творческих каких-то делах. Помимо основного, главного кубка, у нас за каждый творческий или спортивный конкурс идут победители, и идут награды победителя. Поэтому, если команда приезжает, участвует только в спортивном соревновании, у них есть возможность занять на каком-то этапе первое место. Так они ещё могут в спорте и занять первое место. Вот особенность какая. Да. Если вы приезжаете только в творчестве, у вас есть возможность взять первое место, допустим, в конкурсе «Визитка» или в любом другом, либо в «Флэшмоб», либо в «Нюкассо-Чаре», извините. Я тоже вспомнила. Да. То есть есть возможность получения призов, но туда едут люди не за призами, а за духом, за игрой, в которую мы играем. Но всё равно хочется, раз уж впрягся в состязательное, значит, не только катамаран тебе по силам, там, тропа охотника, стрельба из лука. Да, да, да. Тебе же важно ещё и как-то вот команду вывести на пьедестал, а там всего три места, а самое главное – это одно. Самое главное – одно. А что на нём будет? Вот говорят, такой оригинальный прямо вот символ какой-то. Можно рассказать? Можно рассказать. Ежегодно мы делаем необычный кубок. Это кубок ручной работы. Вы помните, что у нас сначала начинал художник Стеи Александр Култышев, потом мы уже связались с профессиональными мастерсками этнических направлений. Это в Туве мы смотрели, в Хакасе. И вот сейчас будет кубок. Но это не бубен? Бубны уже были. Или бубен? У нас будет идол. Идол? Идол. Ох! Это будет идол, выполнен кубок в виде идола. Дальше раскрывать мы будем. То есть кубок у нас не переходной, а вот он, допустим, есть и он остаётся. Остаётся, да? То есть это не как футбол мировой, когда кубки там… Раньше, когда мы начинали сывыки, у нас был переходящий кубок. А когда мы добавили вот уже в соревнования творчество, и мы сделали эксклюзивные кубки, и мы не делаем их переходящие. Мы ежегодно новые, изготавливаем новые или приобретаем новые кубки. Вот ещё интересно. Это сывыков, наверное, ну, четырёхлетней давности, это брянка. Вот они, значит, сделали такую ложку-поварёшка из берёзты, как теперь говорят, тарелочка. И вот ложку они подавали. Ну, ложка профессиональная. Недавно вот человек Луны, Андрей Айгишев, вот такие ложки как раз продавали. И мне кажется, что вот людей, если вот собирают не просто команды, ну, вот есть, допустим, бабули, а они вяжут прекрасные носки. Носки там нужны. Не взяли носки, купили. Если вы не взяли поесть или взяли мало, воздух располагает к аппетиту, то УТ, УТ походную столовую, нам заряжает с борщом. Да, да, да. Вы тоже это знаете, да? Да, конечно. Как я могу это не знать? В этом году самое интересное будет, что на Поляне действительно два дня будет работать летнее кафе, которое организует наша муниципальная торговля. И мы очень им благодарны и говорим сразу всем. С хозяевку шла забота, да? Да, ребята, приезжайте, пусть у вас будет определенная сумма на кармане, но вы сможете и горячее поесть. Там же будут и носки продаваться, там же будут продаваться. И украшения. Да, и все различные комарексы, чтобы нам... Комарексы это что? Спастись от мошки. А, комарекс. Да, да, да. Комарекс. Слышал, в твоем время комарексов не было. То есть сейчас, если ребята что-то забыли, вплоть до зубной щетки и пасты, там будет все, все это можно будет приобрести, и в этом будет и удобство. Вот еще интересно о гостях поговорить, потому что из разных мест, самый крайний север у нас, Таймыр, юг Хакасия, Алтай, это вот то самое наше духовное, да, рядышком которое, как складывалась этнос, ну, наши вот местные этносы. Вот кто это будут за люди? Этим вопросом всегда у нас занималась и занимается Наташа Никонова. В этом году она приглашена сила трех молодых, интереснейших артистов, артистов, носителей культуры. Будет у нас дискотека, этнодискотека будет вести. Вот пойдем, да? Да, да, да. К сожалению, у меня сейчас, чтобы не коверкать, да, чтобы не коверкать именно артистов. По-моему, кто-то из певцов из Алтая, да? Да, певец из Алтая будет у нас. И национальную культуру будут представлять таймырские, да? Потому что они уже однажды были, они посмотрели, как у нас сделаны чумы, насколько хороша еда, да, сравнивали. Ну, нашли у нас наших венков, то есть долго беседовали. Ну вот, я думаю, что мы такую визитную карточку очередным СЭВКом сделали. И поэтому мы ждем вас всех с семьями, с детьми, потому что самый младший ребенок у нас был 4 месяца. Не бойтесь, комарексы выручат. Есть, да. И теплые носки тоже будут. Ждем вас на СЭВКах. Памятная дата в истории России. С военной точки зрения Яско-Кишиневская операция 1944 года была одной из самых успешных в ходе Великой Отечественной войны. Яско-Кишиневские канны отличались искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким уровнем темпов наступления, стремительным окружением и уничтожением большой группировки противника. Также операция отличалась тесным и умелым взаимодействием всех видов войск. Памятная дата военной истории Отечества 24 августа. Освобождение Кишинева. В этот день в 1944 году был освобожден Кишинев, столица Молдавии. Яско-Кишиневская операция началась 20 августа. Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую Балканское направление. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров и ликвидировать 18 дивизий противника. Район представляет возможности своим землякам для занятий 10 видами спорта. Причем это на территории Крайнего Севера. Лыжные соревнования, лыжные гонки для занятий людей всех возрастов в том числе. И несмотря на лето наши лыжники тренируются. Основная подготовка к очередному спортивному сезону проводится в летний период времени. Возможности позволяют, чтобы добиться хороших результатов в будущем, в настоящем. Ребята три раза в день встречаются на стадионе. Будущие результаты, как и новый зимний сезон, не за горами. Обычно наш любимый диджей – это Ариша. Можно подумать, что среди бела дня мы попали на роликовую дискотеку. Либо какое-то развлекательное мероприятие. Но на самом деле на стадионе проходит рядовая тренировка по лыжным гонкам. Просто с музыкой получается динамичнее и веселее. А задание, которое каждый ребенок получает от тренера, сразу настраивает на серьезный лад. Сегодня у нас с вами роллерная подготовка. То ребята уже стоят на роллерах, на лыжах. Они будут кататься на лыжи-роллерах. Перерывов у спортсменов не бывает. Бывает небольшой отдых. И он для лыжников выпадает на май. То самое межсезонье, когда снег растаял и до следующих соревнований еще далеко. А дальше расписан каждый летний месяц. Июнь – втягивание в микроцикл. Июль – тренировочный процесс на базе летнего лагеря или так называемых выездов на сборы. В августе полностью завершается подготовка к зимнему сезону. И планируются результаты на предстоящий период. А это выполнение разрядов для 20 ребят. В прошлом году эта цифра составляла всего 8. Мотивация здесь у каждого ребенка идет своя. Потому что очень большая проходит индивидуальная работа. Не только с ребенком, но и с родителями. У нас создана группа в WhatsApp, где мы все всегда общаемся. И всегда я с тренировок стараюсь выложить какие-то интересные моменты, чтобы родители видели своих детей. Не только дома, но и видели, как они и чем занимаются. Ну и прежде всего, я думаю, цель наша одна. Это прежде всего мы должны оздоровить наших детей. А уже потом результаты. Сегодня группа довольно многочисленная. Порядка 20 разновозрастных ребят с разным уровнем подготовки выходят на тренировки в ежедневном режиме. После тренировочного сбора они поделены на два состава. Первый – это те, кто уже готовится к определенным соревнованиям в зимний период. И второй – кто по своему физическому уровню немного отстает. И для которых хорошим стимулом станет попадание в первый состав. Первый состав стабильно выступает на соревнованиях нашего районного уровня, занимает призовые места. И по возможности мы выезжаем в город Красноярск. В этом году очень приятно, что Аня Беляева у нас заняла пятое место в Красноярске среди лыжников, лыжниц, гонщиц. И выполнила первый юношеский разряд. И вели на первый юношеский разряд. Максим Сяський у нас первый раз ездил в этом году также на соревнования. Он также выполнил второй юношеский разряд. Вот сейчас мы были на сборах в июле месяце в спортивном лагере в Олимпе, где тренировались 15 детей моих. И также были ребята сборная края по фристайлу, сборная края по многоборью. Это дети подросткового возраста уже 15-17 лет. И у ребят идет уже такой более серьезный подход к подготовке, к тренировкам. И наши ребята видели, познакомились, пообщались. Да, вот это тоже очень хороший дает стимул на следующий сезон нам. У Натальи Александровны давно сложился свой костяк, на который она рассчитывает, для них расписывает тренировочный процесс и для каждого индивидуально ставит задачи. Ребята она начинает присматривать с подготовительной группы. И став первоклассниками, они уже умеют стоять на лыжах и готовы к первым серьезным физическим нагрузкам. Девчонки, почему вы сюда ходите? Вот Эвелина и Аня уже третий год ходите. Да. А вот зачем вам это? Нам нравится здесь. Здесь весело, прикольно, интересно. А чего вы учитесь самое главное? Мы учимся кататься на лыжах, на роллерах и бегаем кросса. А этому надо обязательно учиться? Нельзя просто встать и поехать? Нет. Ну вот если кто-нибудь в первый раз придет, то у него не получится, он не умеет кататься. Ну, это надо специально учиться очень долго, чтобы достичь вот таких вот хороших результатов. Тягивание в тренировочный процесс происходит незаметно. Сначала просто понравилось, потом привел с собой друга с ним веселее, а потом появляется спортивный азарт. Хочется догнать, перегнать, стать лучше всех. Именно об этом и говорили ребята, как о своих ближайших планах. Что вы сегодня на тренировке отрабатываете? Коньковый ход. Как часто удается стоять на лыжи роллера? Я встал в первый раз. Ощущения твои как по сравнению с лыжами? Ну, маленько, тяжело. Тяжело? А почему? Ну, потому что роллера типа с ногами вот так вот опадает вниз. А, нога типа как подворачивается, да? Наталья Александровна в своей работе делает большой упор на сотрудничество с родителями. И многие вопросы они решают сообща. Как отмечает тренер, новые технологии замечательно помогают в работе. Поэтому для ребят приобретены специальные пульсометры. Для экономии времени и юные лыжники учатся контролировать свой организм. Большое значение для ребят имеет красивая и удобная спортивная форма. Спасибо нашим родителям. В прошлом году мы к зиме закупили с родителями. Получается, первый состав у нас уже одеты ребята все. И в мае месяце мы подготовились и приобрели себе спортивную форму летнюю. Да, и эту форму может носить не каждый. Да, вот, конечно, все бы хотели купить себе и кататься в такой, бегать, тренироваться. Нет, эту форму нужно заработать. Вот и стараются ребята зарабатывать доверие своим упорным трудом. Задание для каждого дано индивидуально. Кто-то отрабатывает классический ход, кто-то коньковый. У кого-то просто роликовые коньки для тренировки и координации. У кого-то кроссовая подготовка. Выносливость для лыжников имеет немаловажное значение. Статические упражнения или планку дружно выполняют все. Они помогают задействовать и развивать все мышцы организма. Три раза в день выходят на тренировку лыжники, которая проходит в любую погоду – дождь, ветер, жару. Привередничать им не приходится, ведь и зимой условия не всегда идеальны, а результаты показывать нужно всегда. Лариса Пустакашина, Виктор Потапчук, Северо-Инисейская информационная служба. Из брендовых мероприятий района наши жители по-особому выделяют многонациональный этно-туристический фестиваль «Севики». Его история началась 12 лет назад с простых туристических соревнований. А уже потом к спортивным состязаниям подключилась этника. И на московском фестивале в прошлом году был замечен и отмечен наш проект «Севики». В субботу и воскресенье в поселке Вельмо традиционная поляна Ивенков вновь наполнится гостями и зазвучит из всех уголков ее знаменитое приветствие – йо-харь-йо, быть добру! Как проходят фестивали, напомнит вам наш сюжет. Я прощаюсь с вами. Встретимся на фестивале «Севики». Шесть, семь, восемь, девять! Девятый этно-туристический фестиваль «Севики» считается открытым. Ура! Огромная поляна перед поселком Вельмо. Десятки лет назад занимаемые оленями стадами, которых приводили сюда коренные венки, накануне осени оживает. Буквально преобразуясь в этнический музей под открытым небом. То тут, то там звучат венкиские восклицания, которые на девятый год уже не только произносятся без труда, но и понимается их коренной и сонный смысл. Если молодые люди приглашаются на тропу охотника или для гонок на катамаранах, на стрельбище обязательно прозвучить «Йо Харьё!» и многократно слово повторится всеми участниками. «Йо Харьё!» «Быть добру!» «Быть добру!» «Йо Харьё!» И каждая команда, этнические конкурсы, носят эвенкийские названия. «Тарганай», «Конкурс мужской силы и умения», «Люка Сочери», «Конкурс женской красоты». А «Конкурс на лучшее блюдо» называется «Дары Энакенту Го». Команда районного муниципалитета называется «Люйо». Девятый фестиваль «Сываки» заговорил на трёх языках – русском, эвенкийском и долганском. «Я Харьё!» «Я Харьё!» «Мы разговариваем немножко на разных...» «Я так понимаю, потому что она говорит на литературном, а не сэкаем, а мы хэкаем». «Би-кэ-би-чо-пан-а-дя-кан-бая-са-у-ну-ха-ва-дя-ча-у-ли-е-де-ла-ча-гар-пан-» В фестиваль «Сываки. Легенды Севера» молодые северо-енисеяцы любят за предоставление великолепной возможности поучаствовать в состязаниях спортивных команд, на катамаранах, туристической эстафете, проявить таланты в самобытных этнических конкурсах. Правильно говорят, тот, кто следит за колодками, не погибнет от жажды. Как же не знакомить молодых с историей коренных народов, когда в районе живут представители более ста больших и малых народностей? С состязаниями «На силу и ловкость» начинается фестиваль. Рыбная речка Вельмо как может поддерживает соревновательный азарт участников, справится с речным течением, управляя катамараном совсем непросто. Свои преданные болельщики, группы поддержки есть у каждой из десяти спортивных команд-участниц. Все решает жребий, и команды стараются изо всех сил в поединках стать победителями. Дружба! 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 Так и рьяно и громко поддерживают свою команду болельщики из районного центра, будто на Олимпийских играх, болея за Россию. Кто сейчас первой идет? Пока еще не все прошли. Пока не все прошли. Прошло только шесть команд. Последняя финиширует на первом месте на данный момент. Интрига осталась? Интрига, конечно, осталась. Фестиваль учит понимать, как формировались традиционные для сибиряков веротерпимость, уважение к культуре, традициям других народов, где уютно чувствует себя каждый человек, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания. Ура! Татьяна Васильевна, расскажи нам про наши севыки. Как тебе? Приглянулось, нет? Приглянулось. Во-первых, здесь такая площадка, вот этот лагерь, очень хорошая аура здесь. Чувствуешь себя комфортно. Запах вот этот вот тайги. Я первую ночь вообще тут спала, как младенец. Мы в палатке спали. И люди очень доброжелательные, подружились со многими людьми. А, вельмо. Сейчас одна эвентилька подружилась с вельмо. А через кухню, вот скажите, можно народы подружить через кухню? Конечно. Вот вы русские, да? Да. Вот вы своей национальностью, которой тоже много достоинств. Да. Вот можно же подружить людей через стол, через застолье? Естественно. А как? Человек познается через желудок. Ага. Вот, можно сказать. Вот всех посадить за единый стол. Положить еду вот всех народностей. Все посидят, попьют чай, покушают. Это чистая венкийская еда. А вот это вот, когда рыба была сварена в уха, из рыбы тоже отлично сварена. В сковородке, да? Да, в сковородке. Суп тоже вот этот вот мясной, очень жирный. Такой настоящий эвенкийский суп. Как красив обряд одевания невесты накануне эвенкийской свадьбы. Подружки невесты держат украшения, праздничную верхнюю одежду, нарядный платок и плетут две косы, которые символизируют две дороги замужней женщины. Уже девять лет не перестает удивлять новичков фестиваля то, что гости просят духов не проливаться дождем, который в эти дни буквально заливает наши места. И получается наперекор прогноза погоды. Мистика какая-то. Может быть, потому что у нас приехали гости? Добрая магия, да? Добрая магия. Потому что вы сами видите, что тучи над нами ходят. Ходят. Но прогноз был дожди. Татьяна Васильевна Болина с самого начала, когда крапывал дождик, прошла все наши идолы. Поклонилась, пошептала слова. И действительно, пока конкурсы не прошли, дождя не было. Я девятый год здесь шаманка, потому что прежде чем выйти сюда на площадку, это же ты питаешься полностью, потом переносишь на бумагу, а потом переносишь это в действие. Вы не заметили? Я и есть самодух в Севыке, может быть. Сейчас трудно поверить, что открытый этнический фестиваль Севыки Ликенда Севера вырос из туристического слета. Идея рождения этнофестиваля на северной территории принадлежит главе района Ишмурату Гайнудинову. Через два года режиссер Алена Чичагина предложила обогатить народное спортивное празднество элементами эвенкийского этноса в поселке Вельмо. Наталья Феофанова, руководитель управления культуры, принесла и реализовала идею сделать этнографический фестиваль Севыки культурным брендом Северонесейского района. Это был большой девятилетний путь становления. Северонесейский фестиваль Севыки Ликенда Севера внесен в календарный план Министерства культуры Красноярского края, которое оказало неоценимую поддержку в становлении этнофестиваля и открытии его края. Национальный уклад фестиваля, многочисленные состязания силы и ловкости, песенная культура народов, населяющих сибирские земли, помогает участникам постигать историю края. Вы круглые победители, да? Да, да. Какие ощущения? Счастье, радость, переполнение эмоций. Рады очень, первый раз мы заняли. Приезжайте участвовать. Победить можно. Желаю всем новых побед. И это только начало. Да, мы счастливы, что мы первые. Вы не победили, вы не победили! Вы не победили! Следующий год на 10-й фестиваль «Севыки. Легенды Севера». Приглашаем в гости всех! Йо-Харьё! Елена Козлова, Виктор Потопчук. Северо-Енисейская информационная служба.